Здравствуйте и с вами вновь канал Народная Солидарность. Здравствуйте и с вами вновь канал Народная Солидарность. Сегодня у нас в гостях эксперт торгово-промышленной палаты, член редакционной коллегии журнала, председатель ДСЖ, а также руководитель портала «Индустрия сервейнг» Юрий Викторович Павленков. Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые слушатели канала. Мы, как водится, к концу года всегда берем пример с президента Российской Федерации, подводим итоги и хотели бы поздравить наших соратников с достижениями и успехами 2021 года и, может быть, немножко поразмышлять о том, что мы бы хотели ожидать в 2022 году и чего мы не дождались от наших регуляторов, от заказчиков жилищной политики в стране. И, если позволите, мы могли бы начать с обзора некоторой статистики, о которой недавно ответственный в стране за жилищную политику товарищ Хуснолин доложил президенту страны. И именно он очень радостно, очень с восклицательными такими апитетами обрадовал президента и страну, что в 2021 году достигнуты беспрецедентные объемы ввода жилищного строительства в размере, не побоимся этого слова, 86 миллионов квадратных метров жилья, которых доселе, или, как он говорит, за последние несколько лет, даже десятков лет, страна не видывала. Ну и достигли, и достигли. 86 миллионов квадратных метров. При планах к 30-му году 120 миллионов квадратных метров в год. Позвольте. Да. Но на этом, собственно, радостные возгласы Хуснулина президенту и закончены. А мы дальше начали копаться в деталях этих достижений. И кое-что в этой статистике решили не то чтобы подпортить, но если мы, как специалисты-эксперты, не будем их оценивать менее более реалистично и критично, то эти достижения очень скоро могут превратиться из прорывов в провал. В провалы. В провалы. И вот как же мы могли бы интерпретировать и пояснить вот эти достижения? Вот 86 миллионов квадратных метров. Достижения, скажем, в кавычках? Нет. Пока что вот если оценивать исключительно цифры по вводу объемов, 86 миллионов, то это хорошее достижение. Действительно прорыв, действительно было сделано путем определенных усилий по либерализации строительного рынка или строительной отрасли, как они говорят. Юрий Викторович, мы же с вами считали, что получается как минимум, если я ошибаюсь, 160 должны вводить. Да, чтобы компенсировать выбывающую интенсивность выбытия. Но они к этому и стремятся. 120 миллионов квадратных метров, чтобы строительную отрасль раскачать, ее вывести на такие большие индустриальные объемы. Но есть определенные годы подготовки. Строительную индустрию невозможно вот так взять и по щелчку пальцев взять ее и запустить. Юрий Викторович, простите, этот режим, я бы не побоялся этого слова, но он же не вчера избрался. 20 лет. Знаете, 20 лет забыли, все перечеркнули, то, что было достигнуто. А, обнуление. Этого не было, обнуление же произошло. Извините, да. И вот мы начинаем отсчет с нового листа, это с новой стратегии, с новой концепции, с прихода товарища Хуснулина в этот сегмент. И это все снова. 21 года до этого не было. Даже не то, что 21 года до этого не было. Мы даже этап его предшественника Якушева оцениваем совершенно по-другому, по-иному. И вот только с приходом Марата Шекерзяновича мы можем теперь смотреть на эти вещи глазами указа президента о 120 миллионах квадратных метров. Это постановочная цель. И о тех реляциях, которые Хуснулин докладывает в стране. Ну, по существу. Давайте теперь эти 86 миллионов разложим, и к чему они привели пока. Первое полудостижение. Потому что из этих 86 миллионов квадратных метров нового жилья в 2021 году 40 миллионов построено усилиями людей. Вот просто людей, граждан России, которые построили 40 миллионов квадратных метров индивидуального жилищного строительства, частного домостроения. Ну да, то есть либо своими руками, либо... Не либо, а исключительно из своих средств. Потому что если на вот эти 46 миллионов, о которых говорит Хуснулин, как о прорыве, можно говорить, что туда навалилась вся страна, мы это обсуждали уже, туда навалился ипотечное кредитование, туда навалился инструмент из крово-счетов, туда навалился дом РФ Виталий Мутко, туда навалилась вся ростовщическо-банковская структура, система. То есть все, что нужно было туда нацелить после пенделя президента по 120 миллионам квадратных, туда было брошено. Все усилия сосредоточены в жилищную стройку. Ну и крупные девелоперы тоже, конечно, в этом полной мере приняли участие. Теперь что... Итак, мы теперь уже говорим с вами первое. Мы половинем из этого прорыва, условно приписываемого Хуснулиным, себе как строительному комплексу и себе лично как вице-премьеру, мы уже половинку убираем в пользу людей, в пользу обычных граждан. Их руками или... Да, причем смотрите, если многоквартирное, многоэтажное вот это вот бетонное гетто возводится с помощью невероятных усилий административной системы федеральной, ну и региональных тоже, то люди в частном домостроении не имеют ни ипотечных льготных программ, ни поддержки инфраструктурной. Они там в одиночку, сами по себе, кто как может. И все равно строят столько же практически, сколько строит весь строительный девелоперский рынок. По правлю говорят, что ипотеку все-таки дают на частные... Только-только в этом году, пробно, пилотно, но она не успела заработать именно в связи с тем, что как только ипотека льготная была в эту сторону немножко довернута, так тут же пришла другая напасть. Товарищ Эльвира Захипа задавно подняла полностью ставку рефинансирования, но и само собой разумеется, мгновенно отреагировали на это банки, банковские учреждения, которые тоже следом подняли ставку на так называемое льготное ипотечное опекидывание. Поэтому... То есть, не дай бог, чтобы хорошо себя... Нет, нет, в частном жилье ипотека не заработала. Давайте говорить открытым текстом. Она там не заработала, там микроскопический процент, кто успел, успел в нее вписаться. Ну, я считаю, это середина 2021 года, 2-3 месяца. Поэтому переходим к статистике в другом приложении. Смотрите, вот кроме того, что 86 миллионов квадратных метров можно делить пополам, часть это Минстроевское достижение, а часть это просто в Склачино туда забросили успехи людей, обычных граждан, их стремление жить в свободных домах. Потому что за время вот этого вот ковид-паники люди, ну, мы с вами говорили, на 25% выросла потребность в частном индивидуальном жилищном строительстве. Почему так это возросло? Это не вопреки, конечно, это не благодаря всей помощи, а вопреки. Но дальше-то все интересно уходит в другую часть статистики. Вот представьте себе, на фоне возросших объемов ввода жилищной стройки, мы за 2021 год получили 40% рост стоимости жилья. То есть, как совокупный результат усилий государства в области нового жилищного строительства, мы с вами получили 40% рост жилья. Говорят о 35% до 30-35%, но негласно эксперты все соглашаются с тем, что рост примерно в районе 38%, то есть почти 40%. А вот такой парадокс, нас же все время учили классики экономики, то что чем больше предложений, тем ниже цены. Тем должна была бы теоретически быть ниже цена. А вот в нашей чудной стране, которая находится в рынке, всего лишь 30 лет каких-то, мы же не успели еще пока войти в это. Ну никак вот все. Ну мы пока экспериментируем пока. Все никак не могут. И у нашей стране этот закон не работает. Объем является... Чем выше объем, тем выше... Да, не работает. Стоимость. Нет, работает ровно наоборот. У нас сработала обратная ситуация. Да, говорят, что есть объективные внешние факторы. Внешние какие? Внешнеэкономические, то есть во всем мире выросли цены на строительные материалы. Секунду, то есть Обама виновата. Не Обама, а какая-то мировая закулиса в целом. А Обаме там тоже отведена какая-то... Байден, Обама и мировая закулиса. И Трамп. Башни Трампа он же строит в Америке. Он же тоже строитель девелоперский, и он тоже виноват. Но это экстраполируется на 40% рост. Дальше смотрите, что за этим тянется. Значит, кроме того, что поднялась стоимость, собственно говоря, жилья, Москва показала всем пример. Потому что в Москве самые большие объемы жилья, новым жильем были введены. Москва показывает следующий пример. Первый раз. Раз стоимость жилья... Нет, следите за пальцами. Раз стоимость жилья, значит, увеличилась, возросла на 40% нового. И абсолютная стоимость одного квадратного метра по некоторым районам Москвы достигает 434 тысяч рублей. Только вдумайтесь, 435 тысяч рублей один квадратный метр жилья. То есть почти даешь, вот на следующий год, надо девизом хрустнули нас сделать, даешь 500 тысяч рублей за один квадратный метр среднестатистического жилья по Москве. Да? У меня глупый вопрос. Смотрите, следите за пальцами. Подождите, не забивайте, пожалуйста. Смотрите, абсолютная стоимость жилья выросла на 40%. Собянин посмотрел на эту несправедливость. И что он сделал? Он взял и произвел переоценку стоимости жилья, кадастровую стоимость жилья, подняв ее на 21%. Таким образом... Да пришедущий... Таким образом... Нет, нет, смотрите, связь какая. Причина следственной связи. Таким образом, девелоперский комплекс породил новое количество миллионов квадратных метров жилья. Это, в свою очередь, привело не к подешевлению, а к подорожанию жилья. А подорожание одного квадратного метра жилья привело к росту кадастровой стоимости и к росту примерно на такой же размер, в такой же величине налога на имущество, на недвижимое имущество, как следствие. И смотрите, что получается, что, по сути говоря, те цели, которые ставились в указе президента о благодействовании вот этих 5 миллионов семей в год, вот этими 120 миллионами квадратных метров, в итоге получилось, что их вместо благодействования их нагрузили еще дополнительной фискальной ценовой нагрузкой домохозяйства. Мы опять возвращаемся к этому. Они приобрели в ипотеку жилье, то есть на 20 лет нагрузили на себя этот капкан, эту кабалу ипотечную. Тут же им Собянин принес, будьте нате, налог повышен на кадастровую стоимость. Но и поскольку в этих 86 миллионов квадратных метров все-таки большинство, это вот эти бетонные гробики, которые возводятся вокруг Москвы, мы сами видим, что творятся, колодцы эти бетонные. И говорить ни о какой энергоэффективности в этих домах не имеет смысла. Они еще и подгружают людей дополнительными тарифными поборами. Дальше я опушусь к этому, скажу, что, собственно говоря, к заслугам и достижениям 2021 года можно отнести вот этих несколько офигительных факторов. То есть Путину доложили о том, что 86 миллионов квадратных метров введено, это хорошая информация. А все остальные негативные моменты, вызванные этим ростом, они как бы по умолчанию опущены. О них не говорится. Я просто сейчас обращусь к зрителям, чтобы сделали себе пометки. Я даже прошу это не комментировать. Во-первых, выросли налоги. Во-вторых, выросла стоимость жилья. А вы скажите, у вас выросли зарплаты хотя бы на повышение кадастровой стоимости на 21% или на 40% как выросли зарплаты? Просто задумайтесь об этом. Какие зарплаты на 40% выросли? Мало ли, может быть, зарплаты у кого-то выросли. Мы же не знаем. Вы предполагаете. Да, может, у кого-то выросли зарплаты. Но я таких людей, честно говоря, не знаю. Может быть, это люди, которые в Кремле, может, у них выросли. Я не знаю. И здесь еще следующий вопрос. На самом деле, я думаю, что эти цены подняли. В том числе, знаете, для чего? С точки зрения макроэкономики, чтобы показать, а у нас ВВП-то растет. Да, это в общем валовом продукте ВВП, конечно, отражается. Конечно, они отражают. И они рост ВВП показали только исключительно за счет роста цен на недвижимость. Я очень сомневаюсь. У меня вопросы, кто все это купит. Но покупают. Между тем, разлетается жилье. Как ни странно, разлетается. Может быть, это так называемые институциональные инвесторы, которые выкупают целыми объемами, блоками, этажами, корпусами. Но на самом деле статистика этого не показывает. Но все очень похоже на пузырь. Нет, тоже говорят специалисты, говорят эксперты. Нам до пузыря пока далеко. Потому что, смотрите, вы же сами в начале передачи как раз и сказали, что для того, чтобы пузырь этот возник, нужно, чтобы мы настроили жилья, существенно опережающего реальную потребность населения. А поскольку выбывает порядка 160 миллионов квадратных метров жилья в год, то нам до того, чтобы пузырь этот возник, то есть невостребованность этого настроенного жилья оказалась довольно внушительной, нам нужно еще долго-долго лет, много лет шлепать до этого. Другой вопрос, вы правильно задали тренд, направление мысли, что одновременно с вот этими вторичными факторами роста абсолютных цены на жилье, ростом налога на кадастровую стоимость, ростом тарифов на обслуживание всего этого настроенного громадья, еще возрастает и ипотечная задолженность, закредитованность населения. Вот этот фактор я считаю очень серьезным. Хорошо еще банкирам. По 2021 году понятно, что девелоперы вместе в связке с банкирами, они получают свою маржу, безусловно, не всяких сомнений, потому что банки тоже показывают динамику какую-то астрономическую доходности и прибыли. Так вот, смотрите, какая вещь еще. На фоне всего этого, конечно, растет еще и долевая удельная масса в доходах домохозяйств по ипотечному кредитованию задолженности. Сама по себе задолженность ипотечная нарастает и составляет сегодня уже до 32% от доходов семей. Не только тех, считается в целом по стране, от общей страны. То есть не только тех, кто взял? Не только тех, кто взял, а потому что воленец-неволенец. Не будем в этой передаче до этого опускаться, потому что это более сложная структура. Но поверьте, что обслуживают ипотечные займы не только те, которые взяли непосредственно эти займы, но и мы с вами все, будьте нате. Потому что наше с вами участие выражается в том, что из наших налогов оплачивается инфраструктура, потому что они говорят, что государство помогает инфраструктурой этим проектам. А на самом деле они помогают инфраструктурой не только этим проектам, они помогают своим девелоперам. Там маржа размазывается на банкиров, на девелоперов, на эти все институты развития в виде Дома РФ. Потому что там зарплаты гигантские, их надо обслуживать, их надо содержать. И таким образом мы с вами, как все налогоплательщики, не только покупающие это новое жилье, но и не покупающие, а уплачивающие на 21% повышенный налог, имущественный налог на недвижимость, мы им обслуживаем, по сути говоря, вот эти все прорывы имени Марата Шагизяновича, ну и довольного достижениями президента, который ставит эту задачу стратегическую. Итак, мы с вами третий вариант назвали, да, риск, или точнее третий результат наращивания в таких объемах нового жилищного строительства. Но это все, и это далеко тоже не все еще. Есть еще и такой фактор, как, вот кроме кадастровой стоимости, еще и влекущиеся за этим, вот кроме повышения тарифов, как таковых, на коммунальные ресурсы, есть еще и такой, как бы, рост, который связан с введением дополнительных видов коммунальных платежей. Мы в прошлый раз с вами обсуждали о том, что, например, смотрите, в этом году вводится, ну, тотально в нескольких регионах от пилотных проектов запускается уже в прикладном выражении, это управление твердыми коммунальными отходами, раз, они тоже прирастают пропорционально в введению нового жилья. Вы представляете, вот эти миллионами квадратных метров обрастает столица, Питер, Краснодар, там еще несколько таких очагов по стране есть, они все нуждаются в изобретении нового вида утилизации отходов вот этих больших бетонных гетто. Понимаете? Потому что управлять в маленьком поселке отходами это одно, и управлять вот этими гигантскими объемами образуемых отходов вот таких вот бетонных монстрах, там, 500-тысячниках, миллионниках, потоки миллиардов. Совершенно, абсолютно точно. Совершенно другая история, совершенно другая конструкция, совершенно другая структура. И вот будьте нате, да, вот в таких вот условиях, в общем-то, экономического кризиса, вызванного многочисленными ограничениями, ну, в связи с известными медицинскими ситуациями, да, в условиях, значит, такого напряга всей страны на обслуживание новой жилищной стройки, нам вводят одновременно еще вот это вот отдельным платежом, вот этот вот, это как итог 21-го года, я подчеркиваю, нам вводят еще дополнительный вот этот побор именно в кризисное время по ТКО, и он либо у нас с вами отдельной строкой появляется в платежке, либо он будет утоплен в строке содержания и ремонта общего жилья, который мы с вами не увидим, но, будьте уверены, мы с вами точно это почувствуем в виде абсолютного роста стоимости коммунального платежа с 1 января. Я думаю, что многие москвичи, да и по стране, очень удивятся тому, тому, значит, процентному росту, абсолютному долевому росту, который нас ожидает с 1 января. Но они, правда, разнесли, они хитрят, они часть налогов таких, как ТКО, вводят с 1 января, и как повышение взноса на капремонт, кстати, вырастает сразу на 8% в Москве. Вот Собянину мало, он те средства освоить не может, но сейчас повышают еще на 8% сразу, и общий размер так называемых капитальных поборов будет достигать 21 рубль, то есть сразу на 1,5 рубля прирастает с 1 квадратного метра. И тоже с 1 января. А с 1 июля 2022 года нас ожидает рост тарифов где-то процентов на 7,5 по стране. То есть, да, они говорят, что инфляция в этом году достигла 7,5, поэтому на 7,5 в 2022 году ЖКХ тарифы получаем. Но получается такая как бы самовоспроизводящаяся система, которая, с одной стороны, именно рост тарифов и подстегивает рост инфляции. И получается, что они как бы опережающим темпом повышая тарифы, повышая платежи, повышая налоги в ФСФ, они по сути разгоняют эту инфляцию. Сами же ее и разгоняют. У нас инфляция не монетарная, у нас инфляция рукотворная. Молодец, очень хороший подбор. Прямо вот, что называется, я хотел подобрать, как ее характеризовать, а прямо вот она не объективная, она рукотворная. Это инфляция из-за роста тарифов на поле. Она из-за многочисленных решений административной системы, представителей административной системы. Я бы сказал так, что она от неуемных аппетитов административной системы. Пожалуй, что да. Пожалуй, что да. Но, если бы... Не, потому что, если бы не было бы повышения, ребята бы думали все-таки, как сократить расходы, а ребята не думают, как сократить расходы, им все равно автоматически повысят тариф. И вот мы с вами препарировали, по сути говоря, достижение большого строительного комплекса в 2021 году. Но нам не нужно завершать на абсолютном пессимизме этот год, и тем более уж пожелать людям, или нам всем в 2022 году в наступающем сохранение этих трендов и тенденций. Нам бы хотелось бы все-таки чем-то жизнеутверждающим завершить. Я думаю, что здесь на экране нам нужно было бы пустить конечные сцены из мультфильма Фильмов ужасов? Нет, из мультфильма Чиполлино, чтобы было на позитиве так. Чиполлино. А я бы предложил пустить не Чиполлино, я бы предложил пустить «Три поросенка» сказку. Там как раз в этом сокрыта глубокая философская притча о трендах и тенденциях российского строительного комплекса. Поскольку там кто там? Первый, Ниф-Ниф, который строил соломенную сиженку, второй, там какую-то лубиную, Нуф-Нуф, и третий Наф-Наф, или Нуф-Нуф наверное самый выдающийся, который построил кирпичную, основательную. Не Ф-Наф-Наф. Нет, Наф-Наф-Наф. Наф-Наф, да, построил? По-моему, да. По-моему, Наф-Наф. Ну, давайте зрители сами определяются, как назвать, поправят, если что. Это очень показательная вещь для нашей страны в текущей экономической и политической ситуации. Мы спрашиваем, мы все ждем от политической системы административной, как заказчиков этой политики, что мы все-таки хотели бы видеть энергоэффективный, каменный, крепкий, многолетний дом, а строительный комплекс никак не может решиться на реализацию вот этой сказки в последнем его варианте. Вот в доме, когда Волк туда, помните, лес, да, через трубу, шлепнулся в котел, ай-яй-яй, выпрыгнул, вот Волк в овечьей шкуре, кого вы видите в виде Волка в овечьей шкуре в сегодняшней системе политической? Я могу там очень долго пересмотреть. Там очень много персонажей, да, кто в виде Волка условного, да? Ну, вот это и фискальная система, но можно и Волком, тарифная регулирование. Можно и вожака стаи, так сказать, но... Вожака стаи, ну, думаю, что кроме остальных, остальные тогда голодные окажутся, но вообще Волки это стайные животные, они по одному не ходят, правильно? Да, но вот вы хорошо вспомнили, что все-таки там был позитивный момент, когда он, кстати, не убежал, вот вариант... Волк не убежал? Да, он там сварился, по-моему. Разве? Сварился? Нет, по-моему, да, сварился. По-моему, сварился. В котле. Слушайте, это я что-то... Надо перечитать. Надо перечитать, сказку освежить. Но вот, если бы эта заставка была, то есть, я о чем говорю, что если наш регулятор в лице Минстроя, который реализует как бы политические тренды в стране в области жилищной и коммунальной политики, жилищную политику мы результаты показали в первой части нашего балета. А теперь переходим ко второй части, коммунальной. Потому что, в общем-то, жизнь строительного комплекса не завершается в момент введения дома в эксплуатацию. Дальше начинается в жизненном цикле. Дом этот живет потом сто лет в обед. И управлять домом нужно не только, когда, ну, как бы, девелопер счастливый, получивший прибыль и побежавший строить новое бетонное гетто, доволен и радостен. Но были бы довольны и радостны еще и обитатели этого бетонного, значит, введенного в эксплуатацию, барака. Ну, барака, гетто. Мы забыли, кроме девелоперов, мы забыли еще чиновников. Это новые коттеджи где-нибудь в Лугане. Мы их, как бы сказать, по умолчанию оставляем, потому что все, что они хотели создать, они уже создали. Там уже все построено. И им вот тут, к сожалению, тот случай, когда всегда мало. И вот если рассматривать коммунальную сферу, вторую, второе крыло Минстрой ЖКХ и его к Новому году подводить, то тут достижений фактически нет вообще. Вот если в строительной, новой, жилищной стройке мы с вами уже хотя бы объемы увидели, жилищного введения в строй, то в жилищно-коммунальной сфере вообще мы стали еще дальше, чем были, например, в каком-нибудь 16-м, 14-м или 15-м году. А я вам скажу, почему. Потому что у строительных монстров есть свои лобби. Вот. А ребята из ТСЖ, значит, это вот все-таки немножко разрозненная такая сфера. Нету лобби, нету того, кто придет либо договориться, либо шваркнуть кулаком по столу. Соглашусь с вами, потому что именно в жилищно-коммунальной сфере роль и влияние поставщиков коммунальных ресурсов в виде монопольных производителей тепла, электроэнергии, водички, она намного выше, она намного сильнее, чем роль не ТСЖ. ТСЖ это как одна из форм, одна из способов, один из способов управления домом. Ну хорошо, но управляющих. Управляющих, в том числе. Да надо говорить управляющим жильем. давайте вспомним, на чьи интересы соблюдает жилищник. Граждан? Жилищник сам по себе сегодня не исполняет ничьих интересов, поскольку он сегодня является, ну конечно административной системой, конечно, заказчиков своих, работодателей. Но, по сути говоря, если рассматривать жилищник в рамках московской конструкции, то сегодня он просто выполняет роль солдата. Солдата, которому спускают задачи, задания, его создатели, учредители. А учредители вовсе не граждане? Не граждане, конечно. Но, это было бы еще полбеды, что на уровне одного отдельно взятого субъекта Российской Федерации, они пытаются выживать вот в этом законодательном хаосе. Но таких жилищников уже в каждом регионе присутствует. Да, мы с вами как раз к этому я хочу подвести разговор, что если в новой стройке, еще раз хотел бы подчеркнуть эту мысль, если в новой стройке, как бы мы не стебались немножко, не подтрунивали и не считали на фоне больших достижений реальные недостатки, реальные провалы вот эти вот экономического характера, да, ну и технического характера, то в жилье ЖКХ надо сказать, что ну по сути говоря ни Хуснулин, ни Файзулин, ни другие регуляторы вообще еще пока ничего не начинали делать. Если они в стратегии обозначают такой нонсенс, такой из ряда вон выходящее предложение, как создание монопольного управляющего оператора по управлению многоквартирным жильем по стране, то есть возврат... Потому что заказчик будет не народный. Заказчик будет снова управленный. По сути говоря... Это новый Газпром. Только уж извините, здесь будет газом не природный газ из недора, а газом и не все будут. Люди новой нефти. По сути говоря, значит, Большой Федеральный Министерство строительства и ЖКХ предлагает экстраполировать ситуацию московскую, где есть один монопольный ГБУ-жилищник на всю страну, правильно вы говорите? Тот самый оператор, единый оператор по управлению многоквартирными домами предлагается перенести его с московской почвы, со столичной почвы на остальные, на всю остальную Матушку Россию. Конечно, этот умысел, он маловероятен и малореализуем, но... Он вероятен, но малореализуем? Нет, он именно невероятен и малореализуем, а если даже, я бы сказал, вообще нереализуем. Он реализуем в отдельно взятых субъектах Российской Федерации в масштабах региональных центров, в масштабах областных центров, если ее рассматривать на всю, как бы сказать, даже на всю область, это невероятно и нереально, и невозможно, и этого не случится в рамках нашей жизни с вами точно. Но, 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 но удивительно, но, извините, я просто вспомню, противоположный пример системы Платон. Платон, немножко другая система, все-таки... там должен быть друг приближенный к Солнцеликому и тогда все получается. Смотрите, такой, такой, я с этим мог бы согласиться, если бы мы с вами не видели абсолютный хаос и абсолютную неуправляемую ситуацию в сфере управления ТКО отходами, там тоже пытаются уже 10 лет создать единого оператора в сфере управления отходами. Результат не просто, не просто ничтожный, результат, ну, абсолютно негативный. Результат это ШИЕС и ШИЕСы. Ну, да, да, но они не смогли создать вот вообще даже, даже близко приближенную к здравому смыслу конструкцию, когда часть отходов надо перерабатывать, часть отходов надо выкупать у населения, мы с вами об этом говорили, значит, запускать эту систему комплексного управления, то есть, полить и закапывать на полигонах полезные фракции в моралфлогическом составе отходов невозможно и нельзя, нас весь мир просто засмеет и, может быть, даже войска введут нам за уничтожение экологии в России, да, нельзя этого делать. И ничего за 10 лет они сделать не могут в этом смысле. Опять идет разговор о мусоросжигалках, об этих, об этих, или о тотальном захоронении, нам выбирается, Владимир Сергеевич, помните, нам говорил, выбирается сегодня 7% что ли от полезных отходов, но это разве мыслимо? А Швейцария 80% перерабатывает. Швейцария, Швеция. А Швеция покупается. Швеция покупается и в Европе заводит. Поэтому, смотрите, первый негативный опыт это управление единой операторы в ТКО, полный провал, полный, это, кстати, тоже компетенция, сфера компетенции между Хуснулиным и Росприроднадзором. Непонятно кто. У семеняне дитя без глаза. Вторая часть, провальная абсолютно, это единые региональные операторы по капремонту. Тут тоже провал. Тут тоже, мы видим с вами, что творится, да, негативная часть. И на фоне этих двух абсолютных провалов ЖКХ нужно поэкспериментировать еще и над самым святым, над самым священным местом, это, значит, над управлением жилищным фондом. Нет, ну это, как бы сказать, ну нонсенс, но это маловероятно, что решаться. Теперь смотрите, а что в альтернативу? Ну, в альтернативу мы с вами видим, что кто бы что ни говорил, наиболее эффективным способом управления и воспроизводства жилищного фонда является сладкая парочка из двух наших любимых институций. Первое, это когда собственники жилья не ждут на лавке и не курят, как два вот этих первых поросенка ниф-ниф и нуф-нуф, или ниф-ниф и наф-наф. Они не сидят и не курят бамбук, они взяли, сложились в жилищное объединение, создали в своем доме товарищество собственников жилья и выступили консолидированными заказчиками жилищно-коммунальных услуг. Вот кто эту услугу им окажет, профессионал, какого уровня, это уже вторичный фактор. Ну, первый год оступятся, второй год все равно найдут профессионального управленца, потому что собственники все равно загоняют за свои деньги кого угодно, воробья в лесу загоняют. Поэтому первая часть, вот сложились люди в объединении жилищное в доме, а дальше вторая часть балета, это они заказали услуги компетентному профессиональному управленцу, который за год-два-три разгребет эти авгиевые конюшни в отдельно взятом конкретном доме. Вот прошел только что форуму Хурал собрала два наших известных, не хочу их называть, СУИ, чтобы не пропагандировать. Это и те, и другие авторы вот этого хаоса, привнесенного жилищным кодексом, которые специалисты кричат, как недорезанные 20 лет надо сжечь его. И ни одного здравого осуждения, кроме одного нашего соратника, 20 лет управляющего многоквартирным домом в Москве, не было, ни одного здравого осуждения, предложения не было, в том числе от законодателей, были два представителя жилищного комитета Госдумы, в лице Разворотневой, Качкаева, еще какого-то, но такую несут чепуху, пургу, хаос мыслей, планов и предложений, что за страну становится страшно, я не говорю о жилищной сфере, за страну становится страшно, и лишь только два председателя, было больше председателей ТСЖ, но только два председателя ТСЖ на этом огромном хурале выступили с внятными, дельными предложениями, большинство из которых мы с вами озвучивали в предыдущих передачах, не буду здесь детализировать, но они вспомнили техучет, провал полный, они вспомнили наслоение в жилищном кодексе хаосное по способам управления домом, а он упомянул, что нет объекта в доме, вы его кондоминиум убивали 20 лет, вы его убиваете, дома как такового, как единой инженерной системы вообще нет регулирования нигде, а вы продолжаете нам вторичными какими-то казусами забалтывать эфир, забалтывать проблемы, которые требуют насущно решения, поэтому из позитива, который бы мы хотели в этой передаче все-таки завершить, мы настаиваем на том, что поздравить, мы все-таки людей хотели бы жизнеутверждающими вещами, что вот мы уже 4 месяца издавая и немножко сменив, чуть-чуть подкорректировав редакционную политику журнала председателя ТСЖ, подготовив, как мы уже давно сказали, целый концепт нового жилищного кодекса, нового жилищного регулирования, он гармоничный, он работает в целях воспроизводства дома, в жизненном цикле, в его жизненном цикле, не когда Хуснулин построил Махмуд поджигай, помните, как в том фильме, Махмуд поджигай, и они сбежали, и дальше дом, живи как хочешь, ЖКХ, выживай как хочешь, нет, товарищ Хуснулин создает единую гармоничную законодательство, преемственность, в котором осуществляется замысла дома, с его строительства, ну даже с проектирования, до его утилизации, он управляется в единой гармоничной регламентной сети, обслуживающей сети, строитель знает, что он построив дом, и сменив потом свою ого ромашка на рога и копыта, он никуда не денется, он ответственность несет, не 5 лет гарантийный срок, так называемый, 5 лет дому, сколько лет, сколько не жалко вам? Суточку. Ну соточку много, весь жизненный цикл рассматривать тяжело, потому что, давайте полтинник, но хотя бы 10-15 лет строители должны нести этот крест, ответственность, потому что дом, жизненный цикл дома 100 лет, ну если был, как у машины, 10-15 лет жизненный цикл машины, да, вот железка, она сожжавела, прожжавела, мы ее утилизировали, 15 лет, и то у нее, и то у нее производители несут 5 лет гарантии, вон все корейцы сегодня дают 5 лет гарантии на корейскую машину, на машину, на железяку дают 5 лет, а мы даем на дом, на объект капитального строительства, 5 лет строитель отвечает за него, и то отвечает очень мнимо, очень так мутно, потому что отвечает он в рамках какой-то ОООшки, которая через 2 года что делается? Преднамеренно ликвидируется, банкротится, еще что-то, и даже 5 лет не выдерживают гарантии по качеству, поэтому вот переход к управлению жизненным циклом здания есть наша стратегическая цель нового жилищного регулирования, отсюда вытекает очень много вещей, дом должен сложиться как единый земельно-имущественный комплекс с инженерными системами, описан, зарегистрирован, поставлен на учет, права на него оформлены, зарегистрированы за определенным кругом собственников, вот они сидят, вот какие улыбающиеся лица, довольные, счастливые, они сами под свою ответственность тогда, понимая, что этот дом целиком, они как бы принадлежат им, то есть принадлежат им не только воздух в жилом помещении, но и общее имущество в этом доме, если это кондоминиум, вместе с земельным участком, составляющим основную стоимость в доме, и они этот единый земельно-имущественный комплекс в полной мере им владеют, и безусловно, в этом новом жилищной парадигме, в этой новой жилищной парадигме каждый из них является обязательным членом этого кондоминиума, тогда не будет возникать вопросов, а чье это за границами моей квартиры, колхозное, наше общее, или чье это вообще, тогда не будет этих вопросов возникать, все вокруг колхозное, все вокруг мое. И самое главное это то, что если какие-то вопросы с государственными нуждами, с реновациями, то вас не будут обувать просто за вашу по стоимости, тогда оценка, тогда оценка, включает землю, нет, тогда оценка, которая компенсационная оценка, с помощью известных инструментов во всем мире применяется, она будет не фетишная, не обманная, она будет настоящая, трезвая, кадастровая, или не кадастровая, а кадастровая оценка, реально приближенная к рыночной. Потому что обмен ми-метра в так называемых хрущевках на вертикальные бараки, на метр, он не равноценен. поздравляя, поздравляя наших уважаемых зрителей, а прежде всего мы обращаемся к жилищному активу, с новонаступающим 22-м годом мы все-таки ставим в пример, продолжаем ставить в пример наших выдающихся героев нашего времени, председателей ТСЖ, которые решились, рискнули взять на себя вот это обременение по содержанию, по несению обязательства по содержанию и достойному воспроизводству своих жилищ, как единственного в большинстве семей жилищного капитала, мы обращаемся к их председателям, предводителям, как к людям поистине несущих эту меру ответственности не только за себя, но и за своего соседа, за того парня. И мы просто еще раз взываем к вменяемости регуляторов, законодателей в нашей сфере о том, чтобы пора наводить правовой экономический порядок и вычищать, избавляться от этого хаоса. И несмотря на то, что и вот наши примеры как раз успешных домов как раз и свидетельствуют о том, несмотря на то, что они свидетельствуют о том, что мы даже в рамках хаосного регулирования умудряются создавать вот эти оазисы, вот эти островки успешности, благополучия, великолепных домов, хороших социальных отношений в доме, как правило, всегда материя определяет сознание, как это? Бытие. Бытие определяет сознание. В этих домах, как правило, успешных домах, там, где председатели ТСЖ смогли сорганизовать, и добрососедские отношения складываются хорошие, и величина оплаты гораздо меньше, это реальность наша сегодняшняя. А в некоторых домах мы уже с вами приводили, надеюсь, Кирилл Евгеньевич пригласит для следующих записей в январе, мы начнем с 2022 год, с приглашения наиболее успешных председателей ТСЖ, с тем, чтобы они обменивались вот этим позитивным 20-летним опытом успешного управления своими домами. И именно это поздравление мы бы хотели адресовать всей стране, но в частности людям, которые искренне к этому стремятся. поэтому дополнительно могу добавить еще подписывайтесь на журнал председателя ТСЖ, где люди успешные делятся своим опытом борьбы за выживание в сфере ЖКХ. Вот. А еще один момент, который я хотел подчеркнуть, что все-таки ТСЖ это объединение. Вот успех достигается там, где люди смогли объединиться, и тогда они могут коллективно, совместно, общинно отстаивать свои интересы. Поскольку не ждите, что какие-то дяди из управления страной будут бороться за ваши интересы. За ваши интересы будете бороться только вы сами и сможете это делать, только объединившись. Потому что в тех условиях, когда не работает государство, работает народная солидарность. С наступающим насчет... И иваем aster С ОПЕВС